Зима обычно ассоциируется со снегом, горками, санками, коньками и лыжами. В последнее время популярность набирает и катание по снегу на велосипеде. О тех, для кого велосипедный сезон длится круглый год, наш следующий репортаж. Зимние катания на велосипедах – сплошное удовольствие. Рай для экстремалов и вокруг красота. Едь и любуйся. А еще один час езды по снегу заменит полноценную тренировку в спортзале или многокилометровую пробежку. И все это на свежем воздухе. Зимой, наверное, больше для фана, можно сказать. Ну и так немножко как-то поддержать форму. Бегать вообще неудобно, допустим, по тропинкам, неровные все, если беговые, знаете, какие-то делать. А с великом и с разминкой все-таки, конечно, фитнес происходит. Владимиру Грушину 55 лет. Последние 10 он увлечен велосипедом. Чтобы зимой катание было в радость, важно правильно одеться. Одежда специально есть. И катаем в удовольствие. Три слоя надо одеваться. Первый идет самая потатводящая, потом идет теплянка, потом флис и что-нибудь сверху куртка. На ноги потеплее что-нибудь. И плечаточки хорошие. Александр Бочаров уже 9 лет ездит на работу на велосипеде даже зимой. Главный враг велосипедистов – реагенты. Ездить зимой, ну, то есть и по дорогам, общественного пользования. Там реагенты – это все. Цепь ржавеет просто. Мыть, считай, каждый день надо. То есть нужно постоянно обслуживать. И все равно она приходит в неугодность практически за один зимний сезон. Для зимы подойдет любой велосипед. Проходимость и сцепление с дороги зависит от ширины покрышки. Колеса стоит немного спустить. А после катания велосипед необходимо очистить от снега и грязи. После чего вытереть насухо. Не стоит забывать и о безопасности. Светоотражающие элементы, фонари и яркая одежда сделают велосипедиста более заметным на дороге. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.